Это Вести недели Кабардино-Балкария с обзором главных событий уходящих 7 дней. Здравствуйте в студии Алимхостов. На неделе Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию. Наша страна стала 156-м членом ВТО. Выдержат ли отрасли отечественного производства испытания мировым рынком? Единства мнений у экспертов пока нет. Наиболее мрачные прогнозы по поводу сельского хозяйства. Но уже сейчас ясно, что по сравнению с другими регионами России, эта отрасль в Кабардино-Балкарии находится в более выигрышном положении. Республика уже успешно вышла на международный рынок экологически чистых продуктов и высокоурожайных селекционных сортов зерновых. Наши аграрии давно наладили связи с иностранными фирмами. Вместе с тем возникает вопрос, а как вступление в ВТО отразится на наших потребителях? А для простого потребителя это наоборот только будет нормальным явлением, потому что товары будут более качественные, будут снижаться. Потому что те, которые как угодно способны, они будут продавать на рынке более качественный и дешевый товар, чтобы удержаться на этом рынке. А те, которые получают, допустим, в зерне даже на сегодняшний день, 20-30 садового гектара, естественно, они не продерживаются. Сегодня Кабардино-Балкария одна из республик, которая неплохо развивается в сельскохозяйственном производстве. Та же птица, то же сельское хозяйство, то же тепличное хозяйство, то же плодоводство. Это те направления, которые работают уже на современном этапе, на мировых стандартах. Интересует зарубежных партнеров и кукуруза, выращивая его в республике. Сербы, занимающие по производству семян львиные доли на мировом рынке, готовы закупать богатырскую культуру у Кабардино-Балкарии. Конкуренцию мировым брендам может составить и наша консервная продукция. Современная производственная линия сегодня действует в Урванском и Терском районах. Создание туркластера на Северном Кавказе должно стать национальной идеей для страны. Это заявление сделал председатель совета директоров госкорпорации курорта Северного Кавказа Ахмед Белалов в ходе официального визита в Кабардино-Балкарию. О перспективах развития туристско-рекреационных зон республики глава КБР и члены Кабинета министров с представителями КСК говорили и в Доме правительства, и в Прильбрусе, где проверили состояние уже работающих и только строящихся объектов горнолыжного курорта. Репортаж нашего специального корреспондента Марина Ярославская. Объем инвестиций в курорты Кабардино-Балкарии может достичь 50 миллиардов рублей. Эти цифры озвучил министр эконом-развития республики во время презентации Кабардино-Балкарии руководству госкорпорации курорта Северного Кавказа. На трех площадках Безынги, Прильбрусе и Джилысу в случае исполнения мастер-плана появятся 300 километров новых трасс, 70 подъемников, а Прильбрусе по отдельной программе обеспечат питьевой водой. Сегодня республика готова единовременно разместить более 15 тысяч туристов и отдыхающих. Сейчас все крупные гостиницы в курортных зонах Кабардино-Балкарии в руках трех акционерных обществ, которые или на все 100% принадлежат республике, или у КБР есть контрольный пакет акций. И если госкорпорация на условиях сотрудничества возьмет на себя строительство горнолыжного комплекса, республика готова передать часть инфраструктуры в доверительное пользование. Но это не значит, добавил глава Кабардино-Балкарии, что имущество и республики, и частных предпринимателей под угрозой. Мы не объяснили, что возникает. Никто ни землю не унесет, ни то, что там будет развито. И более того, занятие бизнесом, там преференции, которые имеются, их надо разъяснить. А между тем, согласно опросам в селах-участниках проекта, абсолютное большинство населения идею туркластера поддерживает. В Безенги свое согласие на приход госкорпораций высказали 88% сельчан, а в Эльбруском районе все 100%. Плюсы проекта почувствуют в первую очередь местные жители – владельцы гостиниц, магазинов, точек проката. Налоговые послабления в особых экономических зонах в первую очередь будут действовать для них. Режим государственной гарантии сегодня, который предоставляет правительство, они покрывают только 70%, но со следующего года это будет 100%. Это означает, что можно пойти в любой банк и без залогов получить 100% финансирование. Настроение людей Ахмед Белалов смог понять уже на поляне Чигет, куда правительственная делегация отправилась после совещания в Нальчике. Продавцов при Эльбруского базарчика глава республики уверил – Чигетскую площадку не обойдут стороной. И Чигет надо восстанавливать, вот эту новую трассу надо здесь сделать. Мы знаем, седьмое чудо России. Мы всегда будем рады гостей встречать, пусть приезжают. На самом деле, что больше богатых и тех, кто хочет покупать, приезжало сюда. Правильно? Гондольная канатка довозит пока только до станции Мир. Это самый центр горнолыжного курорта. Строительство третьей очереди включат в проект туркластера. На высоте 3000 метров Арсен Коноков назвал сроки его запуска. В следующем году, во всяком случае по этому отрезку, третьей очереди, если нам удастся запустить канатные дороги, то это уже будет не практическая реализация, а уже один участок будет уже канатной дороги приведен в порядок. Поэтому я говорил, если еще приют 11 восстановим, и тогда уже практически эта линейка будет работать, хотя бы этот отрезок. Надо создать такой единый, такой большой комплекс, чтобы мы могли вместе конкурировать с европейскими курортами. Они между собой, там Дамбай с Чигетом или там Архистом с Красной Поля. Мы же конкурируем только внутри себя, мы конкурируем и вне, поэтому без внутренней конкуренции, определенно здоровой конкуренции, мне кажется, движение будет сложное, но это не значит, что мы у кого-то друг друга будем. Нам надо забирать тех, кто выезжает из страны, всех, кто едет в другие страны. Поставлена также еще одна задача – увеличить поток туристов. При Льбрусе, Джилысу и Бизенге довести это число до 1 миллиона человек в год. Цифры рекордные даже для советского времени. 30 лет назад курорты Кабардино-Балкарии едва принимали 600 тысяч человек за то же время. Марина Ярославская, Аслан Карданов. Вести недели, Кабардино-Балкария. Делегация черкесской диаспоры из Турции, Иордании и Сирии знакомится с исторической родиной. В четверг молодых бизнесменов, политиков и общественных деятелей принял глава республики Арсен Коноков. Обсуждались вопросы двойного гражданства и беспрепятственного посещения Кабардино-Балкарии. Обучение студентов из черкесских диаспор, проживание сирийских беженцев в Кабардино-Балкарии и вопрос упрощения процедуры получения виз. Основные темы, вокруг которых и шел разговор между делегатами и главой Кабардино-Балкарии. Летний отдых и обучение в республике детей из черкесских диаспор, Сирии, Турции и Иордании уже стало традицией, отметил Арсен Коноков. У нас очень активно идет взаимодействие по линии общественных организаций. Это взаимодействие Международная черкесская ассоциация, Адгахаса. И эти общественные организации активно взаимодействуют во всех странах, в которых проживает наша диаспора. После короткой протокольной части Арсен Коноков сам предложил неформальную беседу. В основном всех интересовала помощь сирийским беженцам. На сегодняшний день их в республике 450. Больше не позволяют квоты. Все они временно размещены в санаториях, но вскоре при помощи бизнес-сообщества будет решен и вопрос с жилем. В беде не оставят никого. Другой вопрос – упрощение визового режима. Первая просьба – отдавать визы нашим согражданам, которые находятся за рубежом, без требований приглашений и другой бюрократической проволочки. Вопрос злободневный, но решаться он должен только в рамках мирового права, отметил представитель Россотрудничества Леонид Ежов. Зимой этого года правительство Кабардино-Балкарии заключило договор с Федеральным агентством по делам соотечественниками, согласно которому многие процедуры приезда и пребывания диаспор, проживающих за рубежом, были упрощены. Решение вопроса с визами еще впереди. Это обоюдно должно быть подписано соглашение между двумя странами. После того, как рефицируется она парламентами, подписывая президент, тогда, конечно, вопрос виз снимается. На данный момент, по-моему, у Турецкой республики нет визовых ограничений, нет специальных приглашений, они требуются, они спокойно могут посещать нашу страну. Прочная правовая база для сохранения и развития связи с соотечественниками, проживающими за рубежом, в республике уже есть, а остальные вопросы будут сняты со временем. Я надеюсь, что лет через 10-20 эти вопросы будут сами по себе решаться, даже без каких-то напряжений. Конечно, мы хотим сразу сегодня все вопросы решить, чтобы границы были открыты, чтобы можно было двойное гражданство иметь, наверное, чтобы можно было на историческую родину ездить. Но это надо немножко выждать и шаг за шагом двигаться, не торопясь вперед. Сразу после встречи с главой республики гости отправились в национальный музей. Там началось их первое знакомство с историей родного края. Экскурсия продолжилась уже в здании парламента. Внимание, которое Россия оказывает соотечественникам, проживающим за рубежом, можно назвать беспрецедентным, говорили уже на встрече гостей с представителями Международной Черкесской Ассоциации. Здесь речь шла больше о процедуре получения вида на жительство и гражданства нашей страны. На второй день пребывания делегация наших соотечественников посетила промышленные предприятия республики. Многие хотят вернуться на свою историческую родину. И вопрос трудоустройства здесь один из главных. В свою очередь предприятия готовы брать на работу граждан любых стран. Единственное условие – высокая квалификация и соответствующие знания. Примером может служить компания Farm International, где 10% трудового коллектива – выходцы из Сирии и Иордании. Перед сирийскими черкесами, а их республики около 500, вопрос адаптации находится на первом плане. Главная проблема – языковой барьер все же преодолим. Многие неплохо владеют кабардинским, а у других есть предрасположенность к языку. К концу недели гости отправились в Прильбрусе, чтобы увидеть гору счастья, о которой им так часто рассказывали дедушки и бабушки. Если сотрудник правоохранительных органов садится за руль в нетрезвом состоянии, он однозначно будет уволен. А его руководитель привлечен к строго дисциплинарной ответственности, предупредил министр внутренних дел республики на оперативном совещании. Сергей Васильев потребовал от сотрудников максимальной концентрации и собранности. Глава ведомства особо остановился на необходимости укрепления служебной дисциплины, а также подверг критике качества досмотра багажа на вокзалах республики, отметив, что установленное там оборудование для проведения досмотра не работает. В условиях повышенной террористической угрозы, когда члены НВФ регулярно перемещают оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, досмотровые мероприятия не могут носить поверхностный характер, подчеркнул министр. Вместе с тем, на неделе имела место и практика поощрения сотрудников. Так, полицейского, отразившего в ночь на 22 августа нападение боевиков, повысят в звании и представят государственные награды. Сергей Васильев в ходе личной встречи уже вручил лейтенанту полиции медаль за заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом и именное холодное оружие. Обращаясь к приглашенной матери офицера, министр выразил благодарность за воспитание достойного сына, настоящего воина и защитника Отечества. Напомню, в ночь со вторника на среду в селении Исламеи был открыт огонь по лейтенанту полиции. В перестрелке сотрудник МВД нейтрализовал одного из нападавших, второму удалось скрыться. Смотрите далее в нашей программе. У этих детей украли площадку. Качели и песочницы против супермаркета. Непростой диалог состоялся в общественной палате. Историческая свадьба. В день венчания Ивана Грозного и Глашаней наш корреспондент восстановил полувековую летопись памятника Марии, кстати, ровесника монумента Ильича. Старый Новый Нальчик. Мастера стрит-арта взялись за Кабардинскую улицу, с которой берет начало столицы республики. Это и многое другое сразу после короткой рекламы. Это «Вести недели Кабардино-Балкария». Продолжаем. Во вторник массовое обращение жильцов многоквартирных домов Нальчика стало поводом для очередного заседания общественной палаты. Выясняли, что во дворе важнее – детские площадки или торговый центр. И на чей стороне – правда. Жители многоэтажек ссылаются на федеральный закон о защите прав ребенка. А застройщики предъявляют все необходимые для начала работ документы. О непростой ситуации Наталья Булат. Конструктивного диалога, как планировали организаторы, не получилось. Как, собственно, спорщики не нашли общий языки два года назад. В общественную палату жильцы домов с 11 по 17 по улице Шартанова и 6 по Шигенцукова обратились от безысходности. В 2010-м придворовые детские площадки начали готовить под индивидуальное строительство. В первом случае – двухэтажного торгового центра, во втором – лаборатории по производству очков. Администрация Нальчика жильцам объяснила объекты, сданные в аренду. Прежде чем принять такое решение, это должно быть собрание общее, это должны люди выступить, должно выступить предложение какое-то, ну и так далее. То есть вообще никто ни о чем не знал о передаче этой земли под аренду. Передачу земли в аренду власти города обосновали согласием самих жильцов. Те, в свою очередь, подали в суд. Когда в суде выяснилось, что подписи сфальсифицированы, тогда предоставили через какое-то время документ, что земля отчуждена в пользу города, и уже город, администрация города имеет право решать судьбу этого участка. На основании чего, мы не знаем. Нету ни кадастровых, никаких других документов. Вот к ЖЭКу, к которому мы относимся, я хотел узнавал, есть ли кадастровое, ну, план, межевание, нету. В первую очередь, кто должен знать, ЖЭК? Нету. А у застройщика на руках все есть. На заседании общественной палаты представители администрации города заявили, на момент принятия решения детских площадок во дворах не стояло. По Шартанову 11, я вам больше скажу, застройщик согласился поставить за свой счет через дорожку буквально в пяти метрах два комплекта нового детского оборота. И причем вот тот участок, который они выделили, 80 квадратов, они и строят на эти 80 квадратов. А где будут стоять машины, где будут подъездные пути, как это отразится вообще на жилье людей. Это добавочный свет, это проезд здесь во дворе. То есть, как это все отразится, даже по санэпидемиологическим параметрам, это вообще даже никто не говорит. У этих детей украли площадку. Жильцы дома Пашигинсукова со дня на день ждут решения суда. Пашартанова проиграли во всех инстанциях. Решение могло бы быть другим, подчеркнула детский омбудсмен республики Светлана Агузова. Подвело незнание законов. Земельные участки были отведены этим домам, как придворовая территория. Вот что вам нужно было изначально оспаривать. Сегодня вы не это оспаривали. Вы уже оспаривали те документы, по которым им предоставили эти земельные участки. Чтобы подобных прецедентов больше не было, Общественная палата Кабардино-Балкарии вынесла ряд рекомендаций. Парламентариям законодательно защитить детские площадки. Роспотребнадзору провести проверку придворовых территорий. Прокуратуре более жестко следить за соблюдением прав жильцов. Но это всего лишь рекомендации. Что касается жалобы жильцов по улице Шартанова, 13, решение суда окончательное и обжаловании не подлежит. Дело может быть рассмотрено еще раз, лишь только если появятся новые обстоятельства. Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Аслан Хандохов. Вести недели. Кабардино-Балкария. Нередки случаи, когда уж сторон в подобных спорах на руках противоречащие друг другу документы. Так, у жителей дома номер 150 по Нордкалинскому шоссе есть все бумаги, подтверждающие право собственности. Однако сам дом на балансе города не числится. Да и профильное министерство не считает его жилым строением. На этот раз суд вынес решение в пользу жильцов, но загадок в этой истории меньше не стало. Рассказывает моя коллега Арина Желясова. В этой истории больше вопросов, чем ответов. В 2001-м Кабалк нефтепродукт в недостроенный дом вселил своих работников. Как сдавался объект в эксплуатацию остается загадкой. Так же, как и то, почему при отчуждении не был передан на баланс городу. Несколько лет назад он начал разрушаться. Комиссия столичной администрации признала дом аварийным. Минстрою республики поручили в проблеме разобраться. Там разобрались весьма своеобразно. Обратились в суд с требованием выселить жильцов из дома, который, по мнению министерства, жилым строением не является. При этом, куда выселяться обитателям нежилого дома, в министерстве не уточнили. Свои аргументы представитель ведомства приводил уже второй раз. В мае их отклонил Нальчикский городской суд. Дело по апелляционной жалобе продолжилось уже в Верховном. У жильцов своя правда. В доме, который Минстрой не признает жилищем, они прописаны. У каждого имеются документы о праве собственности. Мы не первые правообладатели этих квартир. Вторые, третьи, которые на законных основаниях по договору купили. Потом зарегистрировали в регистрационной службе. Все эти годы жильцы пытались самостоятельно поддерживать дом в маломальске приличном состоянии. За свой счет меняли инженерные коммуникации, электропроводку и газовое оборудование. Кто-то, устав бороться, и вовсе побросал квартиры. Остальным идти некуда. Просто так нас тоже нельзя выкидывать на улицу. Конечно, если мы когда покупали квартиру, знали бы, что может произойти, могу не купили. На принятие решения у судейской коллеги ушло меньше времени, чем на перечисление фамилии ответчиков. Но даже эти минуты жильцам показались бесконечными. Решение Российского городского суда Кабардино-Балкарской республики от 10 мая 2012 года оставит без изменения. Апелляционную жалобу Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской республики без удовлетворения. Арина Желясова, Наталья Булат и Адмир Сабанчиев. Вести недели Кабардино-Балкария. А причиной того, что более ста семей в общежитиях на Северной, в Нальчике, сутки сидели с выключенными плитами, по версии Кабалгаза, стало отсутствие договора на обслуживание с местной администрацией. Но и это еще не все. Позже отключили и свет. Когда перекрыли газовый вентиль, мамам, чтобы приготовить хоть какую-то пищу для своих детей, пришлось переключиться на электроплитке. Но потом и они стали бесполезны. В общежитиях отключили электроэнергию. Якобы за долги. То, что можно было просто отключить квартиры конкретных должников, а не весь дом, в сетевой компании не комментировали. Правда, через пару часов свет тоже дали. Те, кто здесь живет, готовы платить и за техническое обслуживание газовых печек. ЖЭК предлагает заключить индивидуальные договоры и с газовиками, и с электриками. Но люди не могут этого сделать, поскольку общежитие находится на балансе администрации. Пока суд доделал, дом медленно, но верно становится нежилым. Имея троих детей на иждивение, я плачу регулярно. Почему я должна страдать из-за кого-то? Это же можно, если счетчики стоят, индивидуально приходите и отключайте свет. Мало того, что мы живем в таком гадюшнике, можно сказать. Нас еще лишают самого элементарного. Лишают газа. Я говорю, еще сейчас отключат воду и все. И считай, пещера. Мы были в газоэлектросети. Они сказали, терпите своего начальника, пока ваш начальник ЖЭКа не заключит с нами договор, потому что у вас техобслуживание, у вас течка везде газа. Вы в любой момент можете взорваться. Пока они за техобслуживание договор не заключат, мы вам газ не подключим. А начальник ЖЭКа почему договор не хочет? Он говорит, ходите и индивидуально сами составляйте договор. И все же дело сдвинулось с мертвой точки. Достигнута принципиальная договоренность о создании рабочей комиссии. В нее вошли представители администрации Нальчика, Кабалгаза и электрических сетей. Ждем результатов. И на неделе стало известно, что Северокавказская железная дорога улучшит качество обслуживания по злополучному маршруту Нальчик-Адлер. Напомню, эту тему мы уже поднимали. В начале месяца реакцией на жалобы пассажиров стало проверка Минтрансом Республики технического состояния вагонов и расписание следования поезда. Важностные лица почувствовали на себе, каково пассажирам, запертым в вагонах, пережидать многочасовые стоянки в жару и без элементарных удобств. 3,40 стоят в Минводах. Причем их отстегивают. Они уже, получается, не в конце, а в начале поезда отстегивают. Их оттаскивают с перона в отстойник вместе с локомотивом. И потом ждут оказий для того, чтобы их доставить сюда, в Нальчик. То есть там без биотуалетов, закрытые вагоны. То есть пассажиры могут выскочить на платформу и попасть под рельсы. Людей не выпускают. В пятницу сообщили, что в РЖД меры приняли. Теперь при проведении так называемых маневренных работ на станции Минводы вагонный поезд до Нальчик-Адлер отгонять на дальние пути не будут. То есть во время вынужденной стоянки пассажиры смогут спокойно выходить на перрон и пользоваться удобствами в здании вокзала. Что касается изношенных вагонов, то и их в течение месяца обещают заменить на более новые. 2005 года выпуска. О пересмотре расписания пока ничего не известно. Но со слов руководства республиканского Минтранса есть договоренность, что его изменят в сентябре. В России в пакете кабельного телевидения «Триколор» начал вещание первый исламский телеканал «Аль-РТВ». Канал создан по инициативе руководителей крупнейших мусульманских организаций при поддержке федеральных органов власти. Финансироваться он будет за счет частных вложений, а аудитория предположительно составит несколько десятков миллионов человек, рассказал в интервью радио «Голос России» член общественного совета канала, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Мухаддинов. «Аль-РТВ» будет светским телеканалом по примеру православного канала «Союз». В его эфире появятся телепрограммы и об основах религии, и о жизни народа в России, исповедующих ислам. Кстати, видеоматериалы и телепрограммы «Аль-РТВ» будет предоставлять и наша телекомпания. Уже есть принципиальная договоренность об этом. Среди учредителей исламского телеканала заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов. Главным редактором стал вице-президент Евразийской академии телевидения и радио Рустам Арифджанов. В состав общественного совета «Аль-РТВ» вошел полпредкоординационного совета мусульман Северного Кавказа в Москве Муфти Шафик Пшихачев. Об основных задачах нового телеканала он рассказал нам по телефону. Мы сегодня знаем и понимаем значение информационного канала, значение средств массовой информации в том, чтобы донести до сознания людей истинные ценности тех или иных явлений. Открытие мусульманского канала «Аль-РТВ» будет способствовать тому, чтобы все зрители, не только мусульмане, но и все зрители могут узнать через этот канал истинные ценности нашей священной религии ислам. 22 августа в стране отметили День российского флага. Праздник был учрежден указом президента России в 1994 году. А история флага берет начало со времен Петра I. В Нальчике члены молодежной палаты при парламенте КБР совместно с Институтом проблем молодежи решили не столько отпраздновать, сколько напомнить жителям столицы об истории Триколора. О символике цветов Фатима Магомедова. Вы можете назвать последовательность цветов на российском флаге? Белый, синий, красный. Синий, белый, красный. Синий, красный, белый, но как идут, я не знаю точно. Белый, синий, красный. Последовательность очитания цветов российского Триколора в столице Кабардино-Балкарии назвать смог не каждый. Напомнить порядок и рассказать историю российского флага, символа государственности. Сегодня взялись депутаты молодежного парламента. Пять тысяч информационных листовок о значении цветов флага и сам он, собранный из воздушных шаров. Раз, два, три. По мнению дизайнера Ляна Тхакумачева, цвета российского флага имеют особое психоэмоциональное воздействие. Контраст значений. В этом и кроется смысл. Это тоже имеет значение. Конечно, воздействие цвета воспринимается как и отдельно, так и в совокупе. С какими-либо цветами они несут определенную тоже смысловую нагрузку. Тут это получается два контраста. К сочетанию чистоты белого, духовности синего и решительности красного прибавить следует и долю патриотизма, считают в военно-спортивном союзе Калашниковых. В 2008 году Дмитрий Медведев внес поправки в конституционный закон. И ситуация поменялась. Поэтому вы все прекрасно видите, что в праздновании болельщиков, либо какие-то большие спортивные мероприятия, люди выходят с флагами, радуются. Ну и само отношение к флагу, это и есть отношение к государству. А ведь еще пять лет назад за вывешивание российского флага на доме или балконе можно было получить штраф и административную статью. Это расценивалось как незаконное использование государственной символики. Сегодня ходить с флагом любого размера и вывешивать его не только не возбраняется, но даже приветствуется. Уже более полувека символом союза Кабарды и России в Нальчике является монумент, который в народе называют Марией. Именно это имя получила княжна Гошаней, когда стала женой Ивана Грозного. А венчались они 21 августа 1561 года, укрепив тем самым единение двух народов. Спустя 400 лет в Нальчике появилась статуя дочери Темрюка Идарова. О памятнике Марии и не только наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. 400-летие присоединения Кабарды к России в 1957 году праздновали с размахом. Судя по архивным документам, готовиться к торжествам начали за два года. Дата отмечалась впервые, да еще и совпала с 40-летием Октябрьской революции. И каждое из событий решили увековечить. Марию в бронзе, а Ильича в граните. Памятник вождю пролетариата потом менял ориентацию в пространстве. А вот гордая стадь венценосной горянке с тех пор – визитная карточка столицы Кабардино-Балкарии. Это памятник вообще достопримечательность этого города. Здесь очень спокойно, очень приятно посидеть. Эти фонтаны, они успокаивают. Образ горянки скульпторы лепили с легендарной солистки ансамбля кабардинка Сони Шириевой. На барельефах решили изобразить исторические сцены встречи кабардинских послов с русским царем и современные достижения Аграрной Республики. В отличие от царицы, Ленин был по-революционному аскетичен. Хотя денег на оба монумента не пожалели. Естественно, памятник Ленину и памятник присоединения, на котором было потрачено полтора миллиона рублей, они должны были открываться очень масштабно. И даже были ответственные, которые отвечали за то, чтобы на этих мероприятиях присутствовали достаточное количество людей. Примерно за год до юбилея среди скульпторов Республики объявили конкурс, вспоминает Михаил Тхакумашев, который тоже в нем участвовал. Потом пришла директива из Москвы – конкурс прекратить. Создание монумента было поручено коллективу московских авторов – Иосифу Махтину, Матвею Листопаду и доктору архитектуры Вячеславу Алторжевскому. Народ называет это памятник Марии, но это совсем не Мария, близко не Мария. И они не имели в виду Марию образ создать. Они создали это просто как аллегорическая символика, женская такая. Судя по архивным документам, в тот же год в Нальчике должен был появиться еще один памятник – отцу царевны Гошане Тимрюку Идарову. И было даже вынесено соответствующее постановление Совета Министров. Однако, по неизвестным причинам, монумент так и не был воздвигнут. Память о великом кабардинском князе была увековечена пять лет назад к празднованию 450-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. Теперь одна из главных улиц Нальчика носит его имя. А традицию возводить монументы к памятной дате продолжили строительством арки на веки с России. Альберт Корцаев, Асламур Захандоха, Вести недели, Кабардино-Балкария. Мастера стрит-арта международного уровня занялись преображением исторического центра столицы – улица Кабардинская. Команда Виктора Нефедова и украинская арт-группа «Вакцинация» будут работать вместе с местными художниками. В эти дни они начали расписывать разрушенные временем здания. Слово Алиму Жанимову. Первый день акции «Город Энн» тут же посвятили переносу эскизов на стены. Ведра краски и растворителя, 30 рук и первая задумка – невзрачный забор на углу улиц Кабардинской и Ногмова – перестает быть унылым. В итоге будет еще одна в городе Нальчик, мне кажется, достопримечательность в виде улицы, на которой будут такие объекты. Не успев стереть краску с лица, художница Алия из Нальчика в перерывах между подбором нового цвета скажет, как хочет, чтобы реагировали прохожие на яркий забор в сочную радужную полоску. У них сразу должно подняться настроение в первую очередь, а еще, чтобы они захотели прогуляться по этой улице, привлечь внимание к исторической части города. Перерывов на выходные у этих ребят не будет. Работают они и сейчас. Обещают, что к цветному забору прибавят подков на счастье горожанам и возьмутся за стену старого магазина. Алим Жанимов, Марина Ярославская, Аслан Мамхегов. Вести недели. Кабардино-Балкария. Таковы основные события уходящей недели. Напомню, все новости нашей программы вы можете найти на сайте вестикбр.ру. До встречи на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова